Считается, что самое дорогое, что есть у человека, это его здоровье. При этом достаточно часто люди не дорожат и не берегут то, что является залогом полноценной и, по сути, счастливой жизни. Но когда здоровье дает сбой, то большинство готово абсолютно на все, чтобы его поправить и вернуться к привычному своему образу жизни. И наряду с медиками в бой с болезнями вступают различные целители, знахари, шаманы и травники. Давайте сегодня поговорим о том, возможно ли излечиться с помощью заговоров и разберемся с точки зрения магии в некоторых причинах болезней. Как обычно, за чашечкой ароматного черного кофе со мной, жрицей культа предков Виктория Райдес. Кто-то смиренно воспринимает свою болезнь как наказание и пытается понять, за что оно было послано. Другие считают недуги испытанием и стараются достойно его пройти. Третьи же связывают сбои в организме с магическими или эзотерическими энергетическими воздействиями своих недоброжелателей. Но так или иначе, представители всех этих трех категорий достаточно часто вверяют свою судьбу и свое здоровье в руки тех, кто занимается нетрадиционной медициной. А действительно ли существуют люди, которые способны не просто снять боль своими руками, а именно избавить от болезни? И почему огромный процент людей так боится врачей, что предпочитают целителей? И можно ли стать здоровым исключительно с помощью магии? Я готова поделиться с вами своим опытом по этому вопросу, несмотря на то, что я не занимаюсь лечением и постановкой диагнозов. Однажды ко мне на прием пришел молодой мужчина с явной выправкой и манерами военного. Так и оказалось, Максим имел офицерское звание и служил в одном из гарнизонов той области, откуда он ко мне приехал. Несмотря на внешнее мужество и на решительность, ему было сложно начать со мной разговор. Он явно как-то стеснялся, смущался рассказать о том, что его на самом деле ко мне привело. Я же, в свою очередь, чувствовала, что Максима не волнует ни вопросы карьеры, ни вопросы финансов, ни личной жизни. И он совершенно, ну, скажем, не склонен видеть причинами собственных проблем порчу, сглаз или какое-то проклятие. Некоторое время мы вот так вот молча смотрели друг на друга, после чего Максим с надеждой в голосе спросил, вижу ли я в нем коллегу. Наши предки считали, что магической силой от рождения наделены те люди, у кого глаза разного цвета. Или тот, кто на локтевом сгибе или подмышкой имеет родинки. Я совершенно не удивилась вопросу моего клиента Максима. Очень многие приходят ко мне, чтобы выяснить, обладают ли они экстрасенсорными способностями или не обладают таковыми. Мужчина не был исключением. С той лишь разницей, что его интересовало, есть ли в нем задатки именно целителя. Оказалось, что Максим умеет снимать боль наложением рук. Так это называется. В общем, работать руками. И если в семье или у кого-то из коллег раскалывалась голова или ныла там поясница, то молодой человек безошибочно чувствовал то место, где локализировалась боль и просто клал на него свои руки. Вот так это работало. Боль мгновенно отпускала. Слухи о таких способностях Максима быстро распространились, и к нему потянулись и соседи, и родственники, и знакомые. Ну и, как водится, знакомые-знакомые. Короче, сарафанка заработала. И прежде чем приступить к делу, Макс решил выяснить, есть ли у него дар, и если есть, то как, по сути, им пользоваться, не во вред себе и людям. Максим интуитивно, очень грамотно задал свой вопрос. Повторю его еще раз, если кто-то не обратил на него внимания. Как использовать дар целительства, чтобы не причинить вред себе и людям? Запомните главное. Боль – это всего лишь симптом. Симптом болезни, а не причина. И чтобы вылечить человека, нужно работать все-таки с причиной. А ее установить могут врачи и специальные исследования, анализы и тесты. При лечении болезни без понимания причины происходит нарушение закона Вселенной. И такого лекаря непременно настигнет кармическая расплата. Возможно, высшие силы хотят, чтобы через физический недуг, через боль человек осознал какие-то свои грехи или поступки в прошлом. А тут вы вмешиваетесь в их планы. В этом случае вам не поможет никакая магическая защита и соблюдение техник. Наказание за такой произвол будет тяжелым. Но если речь идет все-таки о несложных и понятных случаях, и только о временной, доврачебной помощи, то облегчить или вовсе снять боль руками по силам очень многим людям. Думаю, что первым инстинктивным движением каждого человека, у которого разболелся зуб, голова или живот, будет прижать ладони к больному месту. Ну, так работают наши инстинкты. И это происходит не просто так. Ведь на наших кончиках пальцев и на наших ладонях находятся энергетические центры. И при возникновении боли в органе происходит дисбаланс этой энергии. Поэтому мы подсознательно стремимся его восстановить и прижимаем ладони, например, к больному участку. Несложно догадаться, что когда мы лечим других людей, то отдаем свою энергию для установления этого баланса и забираем энергию боли. Опять же, я говорю вам, один из общих принципов, как это может работать. Поэтому очень важно быть в форме, помогая другим людям. И, конечно, обладать для этого знанием. А что значит быть в форме? Находиться в эмоционально хорошем и стабильном состоянии. Не быть уставшим, расстроенным, обиженным, злым. Важно чувствовать себя энергетически наполненным и быть с человеком, которому вы собираетесь помочь, в хорошем эмоциональном контакте. Я не зря говорю про эмоции сейчас. Ведь именно они негативные, непрожитые, подавленные в большинстве своих случаев и являются причиной очень многих проблем со здоровьем. Человеческое тело уже много раз сравнивали с сосудом, а энергию с чистой водой. Эмоции абсолютно так же, как и энергия, не просто наполняют, но и очень влияют на весь организм. Вспомните про так называемую медвежью болезнь. Когда человек сильно нервничает или чего-то боится, его тянет тут же в туалет. Вот вам и взаимосвязь эмоций и внутренних органов. И если люди охотно тратят энергию, обмениваются ей, то с эмоциями дело обстоит иначе. Часто мы попросту копим их, особенно отрицательные. Мы копим обиды. Мы сдерживаем гнев или раздражение. Мы не хотим расставаться со своими страхами и переживаниями. Мы загрязняем себя изнутри негативными эмоциями, хотя выход для них есть. Эмоции в первую очередь следует себе разрешить. Затем прожить и отпустить. Покричать в лесу, поплакать, выплеснуть в творчество или в какую-то физическую нагрузку. Освободить свой организм от негатива и дать место для радости и спокойствия. И чем дольше отрицательное живет внутри вас, тем больше вред оно наносит. Страх поражает почки. Гнев влияет на сердце. Волнение ослабляет желудок и селезенку. Нерешительность рушит ваши зубы. Грусть и тоска оседают на легких. А ревность вызывает нарушение пищеварения и сна. Ненависть и обиды способствуют мутации клеток. Не позволяйте негативу причинять вам вред. Не впускайте его в свою жизнь. А если уж так случилось, то постарайтесь избавиться от всех отрицательных эмоций как можно быстрее. Только не сливайте их на своих близких. Поверьте, в вашей жизни они существуют совсем с иной целью. Узнали что-то новое и полезное? Тогда не забываем подписаться на мой канал и поставить мне лайк. Так вы точно не пропустите мои новые истории. Итак, мой клиент Максим хотел выяснить, есть ли у него способности к целительству, поскольку ему неоднократно удавалось снимать боль его же руками. Я рассказала молодому человеку все, что думала по этому поводу и посоветовала не забывать хорошо мыть руки после проведения сеансов. Проточная вода способна смыть энергию боли и не позволить ей причинить вред самому целителю. Пока я все этому говорила, то видела, как у Максима погасает в глазах огонек надежды. Угу. Без всякой экстрасенсорики было понятно, что мужчина очень заинтересован в медицине. Явно хотел бы лечить людей. Я прямо его об этом спросила. Максим все подтвердил. Он рассказал, что его с детства завораживали люди в белых халатах, но родители были активно против прям этой специальности. Отец хотел, чтобы сын пошел по его стопам и стал военным. Но сын, вопреки воле своих близких, все равно несколько раз поступал в медицинский. Но не получилось. Не получалось по разным причинам. Но все они выглядели так, будто, ну скажем, сама вселенная вступала в сговор с мамой и папой. Первый раз Максим серьезно заболел. Попал в больницу и просто пропустил экзамены. Второй раз его документы непонятным образом были утеряны, и он не смог подать их в приемную комиссию. После того, как набор в мединститут был завершен, все бумаги сразу же нашлись. В третий раз в ночь перед первым экзаменом умерла любимая собака Максима, и парень просто не смог собраться и справиться с заданием. После этого он не стал испытывать больше судьбу, и без проблем поступил в военное училище. Высшие силы не просто так не давали Максиму стать врачом. Для того, чтобы найти ответ на вопрос, что помешало моему клиенту реализовать свою мечту, я предварительно заручилась согласием и потревожила мертвых из его рода. Я четко ощущала, что в медицину Максима не пускает что-то, именно связанное с его предками. Со мной на связь в тот раз вышла прабабушка молодого человека и показала мне очень странные картинки. Я увидела, как некий мужчина закапывает в могилу живого человека. Потом она показала мне, как тот же мужчина привязывает молодую женщину на крест. Затем этот же мужчина поет из чашки ребенка, который просто синеет на глазах. И зарешоченное тюремное окно после всего вот этого. Можно было бы решить, что в роду Максима был какой-то маньяк-убийца с абсолютно изощренной фантазией. Но я на тот момент сделал другое предположение. Мои знания и опыт в магии подсказали мне, что одним из предков сидящего передо мной молодого человека был знахарь. В старину в нетрадиционной медицине помимо заговора и отваров использовались такие формы исцеления, как инсценировка смерти, чтобы обмануть ее, повешение на крест, дабы освободиться от страданий и прочее, прочее, прочее. И я знаю, что такие практики существуют и по сей день. Но рада ли я этому? Я считаю, что в принципе практически все методы и способы именно такого жесткого рода излечения построены на одном. Они построены на самовнушении. И в данном случае не ритуал исцеления помогает человеку и исцеляет его, а сам человек помогает себе. Он силой своей мысли выпрыгивает в жизнь. Человек устроен так, что ему проще поверить кому-то очень авторитетному, обладающему особыми навыками или знаниями, чем самому себе. И этот ритуал устроен, и подобные ритуалы устроены таким способом, что человек, имея последнюю надежду на жизнь, идет в это. И у него нет возможности не верить в то, что он делает. Важно помнить, что даже если вы обращаетесь к целителю, к знахарю, к травнику, вы не можете исцелиться от того, что выпили один глоток отвара из трав, которые вам собрали в определенные лунные сутки. Вы не можете от одного сеанса исцелиться, если вы имеете недуг. Доврачебно – да. Снять симптоматику – да. Но это тоже процесс. И вопрос, опять же, про целителей. Если ваше энергополе действительно требует проработки, и причина вашей болезни – это негативное порчевое воздействие, то да, целители здесь в деле. Но если у вас есть кармическая отработка, и вы имеете болезнь физического тела, то, скорее всего, вам поможет исключительно медицина. Что вы видите на этой фотографии? Тень опасной акулы ведь так? Или не так? А на деле, оказывается, никакой акулы нет. Нравится моя история? Тогда не забывай на меня подписаться и сделай это прямо сейчас. А еще не забудь поставить мне лайк. Напоминаю, что молодой человек по имени Максим обратился ко мне с просьбой выяснить, есть ли у него дар целителя. Меня заинтересовало, почему мужчина не мог реализовать свою мечту и стать врачом, и я выяснила, что у него в роду были знахарь. Практикующий, достаточно странный и жесткий метод лечения. Максим поначалу все отрицал. Он никогда не слышал о таком предке своем и не понимал, как этот знакарь вообще может быть связан с его неудачами при поступлении в медицинский. Максим ко мне вернулся через какое-то время. Подарил мне букет цветов и улыбался. Дед Максима долго не мог решиться рассказать внуку правду, но все же нашел в себе силы. Оказалось, что его отец был сибирским знахарем и лечил людей отварами из трав, заговорами, и действительно устраивал различные абсолютно жесткие обряды. Такие, какие мне показала прабабка Максима. В результате таких практик несколько людей тогда погибли. И, к сожалению, среди них был ребенок. Прадеда отсудили, но ему каким-то чудом удалось сбежать из-под стражи и увезти свою беременную жену подальше от тех мест. Прадед Максима сменил имя и подался на военную службу. Навсегда оставив попытки лечить людей. Сам же дед Максима достаточно поздно узнал от матери про эту историю. И та взяла с него слово, что он не будет никому рассказывать, особенно своим детям и внукам, про эту часть жизни их предка. Поэтому в семье о нем знали только как о специалисте в военном деле, по стопам которого пошли все мужчины в их роду. Максим был в шоке. Еще бы. Я его прекрасно понимаю. Не приди он тогда ко мне, эта история не всплыла бы на свет. Дед унес бы эту тайну с собой в могилу. Но ничего не бывает случайным. Прадед Максима в свое время избежал наказания за причиненный вред и смерть своих пациентов. Избежал с точки зрения этого реального материального мира. Но вселенная никогда и никого не оставит безнаказанным. Я видела, какие проблемы постигли эту семью. Да и Максим принял наказание за своего прадеда. Это высшие силы вмешивались и не позволяли молодому человеку реализовать свою мечту. Максим нашел отличный выход. Он стал в свободное время работать волонтером в больницах. Я помогла ему. Я сделала чистку и провела определенные ритуалы, которые ему требовались в той ситуации. Судьба и жизнь каждого в его собственных руках. Не доверяйте ее непрофессионалам. Не рискуйте своим здоровьем и спокойствием вашей семьи. Избавьтесь от негативных мыслей и эмоций. И не притягивайте и не моделируйте для себя беды и проблемы. Я рекомендую вам впустить все-таки в вашу жизнь и в ваше сознание радость, счастье и любовь. А также здравый смысл, который при заболеваниях позволит вам идти сразу в настоящую традиционную медицину. И только для облегчения возможно вашего состояния психоэмоционального, физического прибегать к методам нетрадиционной медицины. От тебя я жду комментарий. Что ты услышал для себя в этой истории? Чему она тебя научила? А также, так как я не верю в случайности, я знаю, что ты досмотрел эту историю до конца. Для того, чтобы понять, а что породу передалось тебе? Тоже пиши в комментариях. Меня зовут Виктория Райдес, я жрица культа предков. И я собрала для вас самые интересные истории из моей практики. Для того, чтобы вы могли чему-то научиться. субтитры